Всем фуд-привет! Меня зовут Макс Брандт, вы на канале обзора ресторанов, а я в Москве, около метрополиса. Вчера здесь официально открылся хот-дог-бульдог. Закусочная, художная. Гаррика Харламова, Алексея Васильчука и Рустама... Сейчас скажу. Хикма Тулоева. Давайте пойдем, протестим и сделаем подробный обзор. А если вы хотите быть в курсе новостей еды ресторанов, посылайте в описании мой телеканал с новостями. Мы приехали в метрополис в 2 часа в воскресенье, то есть следующий день после официального открытия. И я думал, что рода будет больше. Но люди, видимо, дома позавтракали, а сюда пришли за покупками. Поэтому через пару часов здесь будет биток. А пока нормально даже сели на очень классное место. Что у нас по точке-корнеру хот-дог-бульдог? Место максимально козырное. В центре, насколько это возможно, яркое, новенькое, с оранжевым светом. То есть аппетит нагоняют. И в принципе, современно, чистенько, узнаваемо. Это плюс. В какой-то большой очереди я не замечаю. Есть небольшой ажиотаж, потому что место новое. И плюс мне услышали люди. Но в KFC все равно народу больше. А у вас нет пока меню, чтобы сверяться, чтобы вот так вот не делать? Пока что нету. Ага. Чипсы фри есть? Пока нету. Фритюра вообще, к сожалению, нет. Из напитков тоже. Только сок и яблочный апельсиновый кофе. Ага. А когда будет примерно фритюр? Ну, скорее всего, завтра сегодня. Скорей всего, скорее всего. А, да. Хорошо. Так, ну и... А соусы отдельно идут? Или это их сверху добавлю? Соусы отдельно, но можем попросить, чтобы добавили в фото. А вы их сами готовите? Или это какие-то уже... Сейчас уточню. Уточните, пожалуйста. Соусы сами готовим. Да, да, сами делаем. О, сами делаем. Тогда давайте все тоже. А с рипсов тоже, да, нет крылышек пока? Потому что это фритюр? А из напитка давайте какой-нибудь... Давайте водичку. А водички тоже нет. Хорошо. Тогда сок яблочный. Хорошо. Сок один, номер 25 объем. Два тогда. А десерт есть или это пока тоже нет? Тик-ток док. Тоже пока нет. Хорошо. Сколько прям заказ будет готовиться? Минут 20-25. Устраивает. Ну, смотрите, кстати, большой плюс, что маски лежат, видимо, для тех, кто без маски пришел. Влажные салфетки тоже бесплатные. И интересные, рыжие вот такие вот салфеточки. То есть, на самом деле, это плюсик. Спасибо. Спасибо. Так, все, идемте на место, пока не заняли. Можно? Можно? Да, да, конечно, конечно. У вас, спасибо. Я же ради этого и пришел. Супер. Спасибо. Вам спасибо. Вы сюда или так? Да, да, сюда. Посмотрим. Посмотрим, это хорошее слово. Есть, конечно, косяки организационные, но я сильно за них не костюю, потому что ребята второй день на работе и не все еще привыкли к своей обязанности. Но точно бы хорошо распечатывать меню, чтобы нам не смотреть, что есть что. Было бы вообще удобно. И пока нет биперов, то есть вам дают просто чек, вы должны либо слушать, готов ли ваш заказ, либо вам принесут. В общем, тоже пока небольшое неустройство. Ну и кассиры, конечно, еще не все выучили и не сразу отвечают на поставленные вопросы. Я думаю, что они научатся, поэтому придем сюда через месяцок-два и посмотрим, как изменилось. Пока есть вопросы, но не критично. Итак, программа лояльности. Накопительная бонусная система. Будут возвращаться бонусы на карту от каждого чека по следующим условиям. 3% при получении, то есть уже есть. Бонусы 5% от 15 тысяч, 7% от 30, 10% от 60. 1 бонус 1 рубль. Оплатить бонусом, видимо, бонусами опечатка, можно до 99% от суммы чека. Нормально. Еще дарят скидку 15% на день рождения. Действуют в день праздника и 7 дней после. У меня уже прошел, так что я прилетаю. Но вы, если вдруг хотите отпраздновать в хот-дожной, видимо, будет повыгоднее. Пока я тут карта разбирался, принесли заказ, дали вот столько салфеток. Не знаю уж, узнали или нет, скорее всего, скорее всего, дали больше, чем другим. Печально, конечно, но опять же, я этого знать не могу. То есть, если вы были, скажите, сколько вам салфеток этих дали. Все хот-доги на двух подносах, 5 соусов. Нужно понять, где что. Потому что не подписано, насколько я вижу. То есть, у них пока нет коробочек под определенные хот-доги. Будем разбираться по ходу. И принесли минут за 5, а не за 25. Сказали, что у них пока открытие техническое, они могут себе это позволить. За что купил, я продаю. А купил я за почти 3000. Разбираемся. Все как бы здорово, но сок не принесли, который я оплатил. Видимо, он готовится дольше, чем 10 хот-догов и 5 соусов. Так, это у нас что? В общем так, я сейчас сфоткаю меню. И тогда буду по ингредиенту понимать, что где. У нас 3 французских хот-дога, остальные датские. И я заметил, что под некоторыми хот-догами коричневые салфетки, под некоторыми оранжевые. Значит ли это что-нибудь? Может быть... А, о, вот это, кстати, понтово. Под оранжевыми куриная сосиска, а под коричневыми говяжья. Если это так, то огромный респект ребятам. Первый хот-дог французский с говяжьей сосиской. За ваш здоровье, господа. Посмотрите, какая сочная сосиска. Это на самом деле кайф. Но начинка обычная. То есть тут кетчуп, горчица, булка и сосиска. В целом вкусно, но самое главное понять, что это. Это хот-дог Амедянина, Крущев-дог или Обычка, может быть, док. В любом случае цена либо 150 рублей, либо 180, либо 200. Ну да, разброс довольно большой. Ну правда, я не могу бегать с каждым и спрашиваешься за хот-дог. По вкусу вкусно? Колбаска или сосиска? Хорошая, говяжья. Еще один французский с говяжьей. Или не с говяжьей. Уже вкус другой, но лежала под... Этого вида салфеткой. Хрущев и Ленин, там молочное по ГОСТу. А везде, в остальных, можно выбрать сосиску. В принципе, сосиски вкусные, как я и сказал. Но у них эта вот пленка намного плотнее, чем само мясо. Поэтому можно, по сути, вот так вот делать, что не очень удобно. Да, и прям нужно разжевывать. Это мне меньше понравилось, какой бы он ни был. Возможно, все-таки это вот USSR-дог. Потому что вроде молочное. Видите, цвет колбасок разный. Видимо, это молочное, а это говяжье. Говяжье выигрывает. Будем считать, что это был Хрущев-дог за 150 рублей. Все равно никак не проверите. И я никак не проверю. Хот-дог французский номер 3. Опять же, без опознавательных знаков. Вот это прям похоже на молочную сосиску. Здесь тоже все по классике. Булка довольно мягкая, хоть сами и не пекут. Сосиска, ну, вкусна. Классические соусы, кетчуп-горчица, тоже нормальные. То есть это не что-то новое, выдающееся. Просто это классика. Если стоит 150 рублей, вообще шик. Если уже 200, как обычно, док, ну, тут возможны вопросы. Хотя, хотя, не знаю. С одной стороны, хот-дог не должен стоить дорого. Ну, помним Друже, где там хот-доги за 700-800 рублей. Но там дают допам кучу всего. Здесь же просто такой легкий для кого-то плотный перекус. Пока могу сказать, что точно неплохо по вкусу. Да, есть минусы в плане организации, в плане сервиса. Но по вкусу меня устраивает. Идем логическим путем. Самые дешевые – это Хрущев, имени Ленина и обычка док. Логично, что так как там нет доп-соусов, доп-инкредиентов, они французские, должны быть как раз-таки по этим ценам. Скорее всего, так. Может быть, по-другому. Но в любом случае, пока другой информации, пока другой мысли у меня нет. Идем дальше. Это, скорее всего, пис датский. Стоит уже 240. То есть у нас здесь лук фри, кетчуп, горчица, сосиска и несколько слайсиков огурца. Можно это рейлишно назвать? Я думаю, что в целом да. Я сверился с описанием. Это и правда пис датский. То есть самый стандартный, simple dog, но не в французский, а датский. 240 рублей в метрополисе. Может столько стоить? Может. Но опять же, все смешалось в доме хот-догских. Вот здесь прям кайфовая, кисловатая классика. Здесь чувствуются соусы и очень на месте маринованный огурец. Хочу отметить очень мягкие булочки. Они хрустят по краям, но в центре прям вообще сквиши. По итогу не стыдный и очень неплохой. Это у нас лук-дог 250 рублей. Лук карамелизированный, соус сырный, чипсы луковые. Все на месте. Булочка тоже мягкая, а лук у нас вот здесь внизу. Приятный. Сладковатый, насыщенный и тоже на своем месте. Лук они не жалеют, и на втором укусе я понимаю, что его слишком много здесь. То есть вам нужно так ртом прицелиться, чтобы все гармонично схватить. Иначе, если вы снизу откусите, будет только лук, сверху только сосиска. Но опять-таки 250 рублей адекватная цена для этого. Сырный соус интересный. И, возможно, даже, правда, самодельный, потому что это не похоже на хайнс, на стандарт. Но если мы делаем общий укус, сырный соус во вкусе теряется. Есть сосиска, есть булка, есть лук карамелизированный, а вот соус как-то, знаете, пропадает. Давайте сделаем так, чтобы он не пропал. В общем, мой вердикт. Этого лука можно меньше, а этого соуса больше. Хот-дог гейша в ватсапе. 260 рублей. Соус вассаби с двумя почему-то С. Креветочные чипсы, стружка миндаля, крес салат. Выглядит миленько. Несколько подевичьи. Понятно, что и пацаны могут есть кресные чипсы розовые. Но просто, знаете, так вот нежно, сглаженно и деликатно. Боюсь я, что первый укус разломает нам всю эту хрупкую конструкцию. И все повалится. А вот здесь, конечно, сразу чувствуется нехватка базового соуса. Потому что у нас сосиска лежит просто на булке. Соуса вассаби, ну, несколько капель. Тут еще и миндаль, орех, который сушит, и чипсы, и булка. И это, конечно, очень несбалансировано. Правда, вообще никакого соуса, кроме вассаби. А он, как вы понимаете, не может все это дело смягчить и увлажнить. Хотя отдельно сам соус очень силен. И чипсы к классно хрустят. И миндаль на месте. Но вот еще бы под ложечку из кетчупа и горчицы. Думаю, было бы не лишним. Знаете, такая легкая морская тема. Очень необычно для хот-догов. Но здесь мне нравится. И, кстати говоря, не очень разваливается. То есть, в принципе, все плотно лежит. Но, опять же, видите, мы укусили. И просто кусок сухой булки остался. И его хорошо бы отдельно откусить. Но будет вообще сухо. А отзабивать особо нечем. И, кстати, нам сок так и не принесли. По вкусу годно, но есть что дорабатывать. Трюфель-мюфель-дог. 260 рублей. Соус трюфельно-сливочный. Варенье из черной смородины. Лук-фри. На самом деле, название никак не раскрывает особо состав. Потому что трюфельно-сливочный. А нужно, чтобы был трюфельно-мюфельный. Иначе тогда трюфель-сливоч-дог. Ну, ладно, это уже ребята разберутся. Черная смородина – огонь. Но вот как она будет сочетаться с трюфельным соусом – это, на самом деле, загадка. А здесь ощущение нужно еще переварить. Потому что на первом месте трюфель, но буквально 2 секунды. А дальше сладенькая, кисленькая черная смородина. И вроде как это далекие, полярные друг от друга вкусы. Но они интересно так сочетаются. Не скажу, что это на каждый раз. Но чувствую, что попробовать с тем, кто уже устал от классики, стоит. Знаете что? Второй вкус мне больше понравился. Но, опять-таки, я бы чуть-чуть промакивал под сосисочную область горчичка, кетчуп. Потому что суховато. Баланс есть, да. Но вот булки слишком много здесь. Но если бы была не черная смородина, а, допустим, красная, может быть, мне понравилось меньше. Это чисто вкусовщина. Но сочетание интересное. И сейчас, только сейчас понял, пропал трюфель. В первом укусе он был вот лидером. А сейчас нужно прорываться как-то. И отдельно пробовать. Ну, да. Трюфельный соус тоже хороший. Мне было бы интересно посмотреть, как будет он играть отдельно с хот-догом. И при этом черная смородина отдельно с хот-догом. Их бы вот на разные два раз половинить. Но, опять же, это мои мечты. Неплохо, экспериментально. Но ближе к тому, что можно попробовать. И стоит 260 рублей, в принципе, не так, чтобы очень дорого. Но и не так, чтобы прям вы наелись только одним хот-догом. Мне нравится, когда еда заставляет задумываться. То есть, не вот все понятно и сразу ясно, а когда ты разгадываешь ее. Это тот случай. Подсчитывая хот-доги, заметил, что мне два раза пробили самый дорогой хот-дог. Суровый. За 310 рублей. Совпадение это, скорее всего. То есть, могли же ошибиться в самом дешевом и два там пробить за 150. Но пробили два вот этих вот суровых за максимальную их стоимость. Ну, спишем это на то, что работает, по сути, первый день после открытия. Но, конечно, это неприятно. Сок не донесли, лишний хот-дог пробили. Я бы еще понял, если бы дали лишний, но при этом не пробили. То есть, ошиблись в мою сторону. А так получается, что обман. Харламов обманывает гостей. Да. Ладно, окей. Идем дальше. Повышаем ставки. Цезарь-дог 290 рублей. Соус Цезарь, помидор, салат айсберг, сыр, пармезан. Пармезана много, помидорка под ним скрыта. А внизу тоже не вижу никакого соуса. За ваше здоровье, господа. Как я и думал, часть цезаревая, она хорошая. То есть, правильный соус. Интересный пармезан яркий. Свежий айсберг. Но вот если мы все вместе берем, получается сухость. Булка не справляется. Там нет никакой подложки из соусов. И получается, что половину мы едим как хороший сапплотированный продукт, а половину мы пытаемся разжевать. Давайте попробуем целиком, если получится. Сочные помидоры, приятная сосиска. Все остальное тоже на уровне. Но вот булка по объему, который больше, она забирает в себя все, что можно забрать. И получается, что мы сквозь нее прогрязываемся, чтобы попасть к хорошим ингредиентам. Те блюда, в которых я едю с балансом по сочности, не могут быть выигрышными для меня. Тем более за почти 300 рублей. Но соус хороший. И переходим к самому дорогому хот-догу, суровому, 310 рублей. Соус трюфельный майонез, карамелизированный лук, помидоры, овощи релиш, чипсы луковые, укроп. В принципе, все, что заявлено, здесь есть. Видим укроп, видим помидоры, видим лук, релиш, карамелизированный лук. И, в принципе, да, все остальное по классике. По сути, этот хот-дог вобрал в себя лучшие выигрышные ингредиенты из прошлых хот-догов. Но горчицы с кетчупом нет, и вряд ли трюфельный все вот это дело облагородит и увлажнит. Но, опять же, будем проверять. Голословно никогда никого не ругаем и не хвалим. И все-таки лука карамелизированного нужно намного меньше класть, потому что только он чувствуется. Болгарский перец зачем-то нарезали. Помидоры, кстати, огонь. Ну вот, опять-таки, сухость с дисбалансом и с кто во что-гораздностью здесь наблюдается. Это, по сути, выпендрежничный хот-дог, и нет смысла убрать, по крайней мере, первым. Все лучшее в более сбалансированной форме есть в предыдущих. Здесь добавили овощи типа болгарского перца и укропа, которые, ну, не так, чтобы для хот-дога сверх подходят. Ну, вот та же ошибка, выбор или недочет, что нету подложки из базовых соусов, потому что ее очень не хватает. Булка по объему, смотрите, какая. Она максимально сушит потенциально интересное сочетание. И так как здесь много всего намешано, теряется индивидуальность. Трюфельный соус, мы о нем вообще забыли, а он здесь единственный, кто должен цвета объединять. Трюфеля вообще не чувствуется. Получается, что хот-дог без соуса. Соответственно, 10 рублей. Ну, честно говоря, спорное решение. Возможно, через месяц докрутят, доапгрейдят и сделают более сбалансированно, гармонично, но вот пока что на второй день есть вопросики. Денчик, у меня для тебя вынужденный подарок. Так как нам пробили два суровых хот-дога, самых дорогих, напомню, то второй, нетронутый, достается тебе. Он, конечно, на мой вкус не самый лучший, но что есть, то есть. А, так сказать, что имеем, то и будем использовать. Это тебе. На десерт сегодня у нас соусы, потому что другого нет. Ну, а перед десертами всегда освежаемся. Это я. Яблоко, это я. Апельсин. По 100 рублей каждый сок 0,2. Яблоко. Апельсин. Не поверите. Все соусы стоят 50 рублей, говорят, что делают их сами. Начнем мы с горчицы. Несколько желеобразное. Мягкое, нежное, приятное. На финише как раз-таки горчичный вкус, а вначале вот такой уксусно-масляный. Не дерзкая, не злая, вот как раз-таки любому подойдет, я бы так сказал. Кетчуп. Он погуще. Сладость на первом месте. Потом кислинка. А потом вот именно уксусная кислинка. Они отдельно идут. Неплохо, но он похож на самом деле на покупной. Соус сырный, тоже 50 рублей. И видно, что его из сквизера сюда налили. А этот прям максимально похож на знакомый Хайнс. Может быть, конечно, они настолько отточили рецептуру, чтобы быть максимально похожим на Хайнс, но что не рассказывает, что он и есть. Но опять же, это неплохо. А это соус Цезарь, еще более густой. Очень яркий, насыщенный. И прям чувствует санчоусы как будто. Один из самых интересных для сегодня. Но его, конечно, либо в салат, либо мы хотим, что-то фритюрное. Хорошая позиция. И последний на сегодня, тоже 50 рублей, соус Рейлиш из огурцов. Не дурен, пикантен. Опять же, есть уксусная составляющая. Огурочки хрустят. И добавили горчичку. Но все-таки думаю, что он под картошку фри не очень подойдет, потому что вы при макании будете забирать только влагу, а тирлой фракции останутся в контейнере. Вот так вкусненько. Конкретно по каждому хот-догу, и тоже это не буду, просто скажу, что я бы на первый раз вам посоветовал. Хрущев дог, французский, самый доступный, чтобы вы посмотрели, как здесь готовят в целом. Пис датский, тоже базовый, на самом деле, он вас вряд ли разочарует. Из необычных, гейша в WhatsApp, такая вот морская тема, интересная, может быть, тоже по вкусу. И, наверное, трюфель-мюфель, там интересное считание смородины, черной, и трюфельно-сливочного соуса. То есть, тоже позиция такая нетривиальная. Можно, конечно, и луковые взять, и цезарь-дог, но пока что они, на мой взгляд, не доработаны. Знаете, господа, у меня нет и никогда не было цели специально застрять заведение. Я делаю замечания с тем, чтобы их услышали, исправили, и бизнес, услугой товар стали лучше. Я полностью сам оплатил заказ, дал рекомендации, и желаю успеха в этом проекту. Я знаю, как сложно с нуля, даже имея медийные ресурсы денежные и ресурсы опыта сделают что-то классное. Поэтому, ребят, вам удачи. Вы, мои подписчики, большие молодцы. Спасибо за лайки и теплые комментарии. Макс Брандт, ссылка в описании. Пока. Субтитры подогнал «Симон»